За полем снежным поле снежное, безмерно белые луга, везде молчание неизбежное, снега-снега-снега-снега. Эти строки о России написал поэт Валерий Брюсов. Россию издавна называют страной снега и льда. А одним из главных зимних видов спорта в нашей стране вот уже более полувека является хоккей. В 2016 году день рождения отечественного хоккея. 70 лет. Эту круглую дату отмечали семейными фестивалями по всей России. Семейные хоккейные фестивали шагают по стране от Заполярья до Амура. И все это в рамках программы «Добрый лед» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Также организатором этих семейных праздников выступила Федерация хоккея России. А прошли фестивали в 13 регионах от Заполярного круга до Дальнего Востока. Начало семейным хоккейным праздникам было положено в Архангельской области в городе Северодвинске. На территории комплекса «Беломорец» шумно, весело и тесно. Здесь собрались и участники фестиваля, и болельщики. Главные на этом празднике – хоккеисты. В каждой семейной команде играют по три человека. Команды разбиты на дивизионы. Регистрация, переодевание, свисток и вы уже на льду. Семья Красавиных на чемпионате «Люблю папу, маму и хоккей» не случайно. Мне очень нравится хоккей, потому что это спортивная командная игра. Вся наша семья очень спортивная. Мы любим хоккей. Хоккеем занимается мой старший сын Иван. Старший сын занимается хоккеем с пяти лет и играет в команде «Архангельск» на позиции правого нападающего. Его сестра Алиса, несмотря на юный возраст, активно болеет за брата. Я люблю хоккей. Семья Красавиных стала первой. А вот семья Павловых совсем не ожидала, что будет играть в хоккей. Ну, это был первый мой раз. Меня вообще удивило, что мы победили в той игре. Глава семьи Борис – военнослужащий. Он часто в разъездах. Старшая дочь Дарья учится в Архангельске и приезжает только на выходные. Этот день – один из немногих, когда удалось собраться всей семьей. Узнали, что будет семейный фестиваль и сразу пришли. Конечно, эмоций много, страстей много. Никак не ожидали. Если пригласят участвовать в хоккей еще раз, да, пойдем. Глава семьи поддерживал домашних на трибуне. И как результат – победа в первом тайме. Никак не думала, что игра требует такой активности, таких страстей. Но пока довольны. Такие состязания – это не сколько победа, сколько участие всей семьи. Здесь нет победителей и проигравших. Здесь главное – незабываемые эмоции, которые остаются надолго. Всем участникам фестиваля достались памятные подарки. Даже самые юные болельщики, которым всего несколько месяцев, уже стали частью программы «Добрый лед» и получили свою плюшевую награду. Программа «Добрый лед» нацелена на пропаганду здорового образа жизни и массового спорта. Также значительное место в программе отведено воспитанию в юных хоккеистах любви к родине. А это и любовь к своей семье, и к дому, где ты родился и живешь. Одно из мест в нашей стране, где можно окунуться в атмосферу прежнего, нетронутого современной цивилизации Севера – музей деревянного зодчества «Малые Карелы». Юные хоккеисты побывали на экскурсии и познакомились с укладом жизни северных крестьян. А девочкам было интересно сделать своими руками настоящую куклу, какой играли в давние времена дети Севера. Из Архангельской области «Добрый лед» спешит в Ленинградскую область, в военный поселок Агалатова. Местом проведения спортивного праздника выбрали открытый каток рядом с парком авиаторов. Такого рода фестиваль здесь проводится впервые и сразу собирает больше 20 команд-участниц. Очень хорошо, что есть такая программа «Добрый лед», и это приобщает и детей наших в спорту, и их родители, заставляет вместе быть одной семьей, одной командой. Любовь к конькам и льду зачастую передается из поколения в поколение. Примером тому служит семья Кузнецовых-Чепыгиных. Лариса вот уже полвека предана конькам. Стала на коньки еще маленькой девочкой. Когда попала в коллектив детский, ну такой большой коллектив, то там все на коньках, на лыжах, у меня прям глаза загорелись. Она начала всех догонять, потому что не умела ни кататься, ни на коньках, ни на лыжах, ни на все. Держаться на льду ровно она приучила и своего племянника Дмитрия. Дмитрий вырос и теперь учит уже своего сына кататься. Каждую зиму катаюсь на коньках. Мне очень нравится, нравится хоккей, такой мужской вид спорта, суровый. Всегда смотрю матчи нашей команды, валию за них. Ну и, собственно, хочу сыну это передать любовь, чтобы он занимался. Для гостей спортивного праздника были организованы конкурсы. Жем-гири, бег в мешках. Владислав Третьяк как-то сказал, эта игра западывает, завораживает. Ты не думаешь о муле и эстраке. Выходишь на лед и готов даже без маски играть. Зубами ловить шайку. Учиться играть в хоккей никогда не поздно. Даже если никто в семье не умеет кататься на коньках, не беда. К участию в семейном хоккейном фестивале допускаются совсем новички. Те, кто еще не умеет стоять на коньках. В следующем году обязуемся научиться на коньках. И вот все это же самое. Даже если один ребенок выйдет вот сюда на лед, это уже праздник состоялся. Потому что это радость. А детская радость, она ничем не может быть заменена. Мы все будем делать для того, чтобы наши дети были счастливы на льду и в жизни. Всем участникам без исключения достались памятные призы от Доброго Льда. А семьи унесли с фестиваля самый главный подарок – время, проведенное вместе.